Также в очереди на газификацию. В ближайший месяц стоят улица Леселидзе, поселок Шаумяновка, село Раздольное и улица Шоссейная. Здесь работы по строительству газораспределительных сетей протяженностью в один километр практически завершены. Торжественный пуск газа на Шоссейной запланирован на 20 числа октября. После этого абоненты могут обратиться в Горгаз для получения этих условий и к первым холодам успеть подключить свои дома к магистрали. Это большое дело газофицировать в нашей районе. Очень благодарны, кто это организовал. Конечно, во главе нашего главы администрации, от имени наших населений, от имени жителей большое спасибо, я могу сказать. И рад, что у нас будет газ у всех. Будет тепло, будет горячая вода и всем будет хорошо. В целом вопрос с реализацией муниципальной программы развития инфраструктуры Сочи в части строительства газоснабжения. Глава города обсудил с руководством департамента строительства и специалистами Сочи Горгаза. Предыдущие годы у нас были эффективными. Я, если брать с 2009 года, то от 52 процентов газификации города Сочи мы дошли практически до 89 процентов. Ну и здесь необходимо эту задачу продолжить решать, продолжить газификацию. И я ставил такие перед вами задачи, в первую очередь перед строителями. Как выполняются поручения мэра, на совещании доложил Иван Бомбергер, директор городского департамента строительства. На сегодня, к примеру, на все 100 процентов завершены мероприятия по газоснабжению переулка Тамбовский. Сейчас проверку там ведет Ростехнадзор. Соответственно, у нас остается сдача Ростехнадзора и врезка объектов и пуск газопровода. Это по Тамбовскому переулку. Работы велись с прошлого года. Все, в принципе, работы завершены. Сейчас будут какие-то устранения замечаний. Есть какие-то проблемы у горгаза, либо у нас никаких проблем нет. Когда мы будем вводить? Мы планируем так, чтобы до конца сентября... Вот я и хочу сказать. Значит, давайте так, Татьяна Ивановна, пишите. Мы должны торжественно ввести это, как минимум, это 2-3 октября. А в селе Раздольное приступили ко второму этапу строительства газовых сетей. Работы выполнены на 90 процентов. Идет корректировка проектной документации. Следующая в списке – улица Леселидзе, что в селе Пластунка. Там также грядет строительство второй очереди газопровода. Уже на следующей неделе муниципалитет получит заключение экспертов, а специалисты горгаза займутся вводом в эксплуатацию разводящих сетей. Таким образом, в Хостинском районе негазифицированная остается Измайловка. Там мэр поручил продумать установку газгольдера. Из-за дороговизны работ резервуар для хранения газа – это пока единственный способ запустить голубое топливо в сельскую местность. В Лауже схему газификации уже утвердили. Туда газ придет в следующем году. Также на совещании Анатолий Пахомов порекомендовал специалистам при разработке перспективного плана строительства газопровода делать подворовые обходы и выяснять, где люди больше всего нуждаются в центральном газопроводе и сколько жителей готовы вложиться в подключение к магистрали. Заявки от сочинцев будут своеобразной гарантией подключения к сетям. Причем для обеих сторон – как для организации, так и для потребителя.